Обсуждение кандидата на должность начальника Запорожского госземагентства переросло в горячие споры. На кадровой комиссии представители областной власти и общественники пытались утвердить Александра Евграфова, предложенного главным управлением земельного агентства, на должность руководителя запорожского отделения. Что мешало участникам встречи договориться и к чему они пришли, далее в сюжете. В конце марта общественники после длительных обсуждений решили рекомендовать на должность начальника госземагентства Людмилу Спицыну, которая ранее работала в ведомстве на различных должностях. Киеве чиновницу не утвердили и предложили более пяти своих кандидатов, один из них – Александр Евграфов. У кадровой комиссии к вероятному руководителю земельного агентства есть несколько вопросов. Все они касаются борьбы с коррупцией. Сколько вам надо времени для того, чтобы нам представить существующие схемы и схемы, по которой будут проходить документы уже в том случае, если вы возглавите агентство, для того, чтобы мы могли понимать, сколько вам надо времени, на каком этапе мы можем контролировать каждую процедуру прохождения. На разработку месяц-полтора, на зачистку, на вычистку всех проблем по документации, по оформлению земно-устроительной документации, проектов, технической документации – 3-4 месяца. Коррупционных схем не будет. Говорю с полной ответственностью. Такие сроки общественников не устраивают. Александр Евграфов, в свою очередь, пообещал разработать план действий по искоренению коррупционных схем не более чем за три недели. Представители агропромышленного комплекса отмечают, с таким кандидатом согласны, но при условии, что первым заместителем начальника госземагентства будет назначена Людмила Спицына. Такой же позиции придерживается и руководство области. Мы говорим степ-бай-степ. Мы сегодня идем на компромисс с Державным агентством земельных ресурсов. Мы рассматриваем кандидатуру. Если она нам подходит, мы принимаем его сгоджи, мы даем поданья и ставим условия о том, что Спицыну, Людмилу Васильевну, мы хотим видеть первым заместителем. Но утверждать Александра Евграфова общественники не торопятся. Отмечают, была нарушена процедура представления кандидата к рассмотрению кадровой комиссии. Говорят, по протоколу это должно было произойти минимум за три дня до заседания. Сейчас мы получили Александра Евгеньевича кто-то вчера вечером, кто-то сегодня утром. Времени для того, чтобы выяснить ситуацию по нему, не опираясь просто на слухи, а имея полностью базу, почему, за что, где, когда, пути прохождения, но мы никто реально не имел. Самое оптимальное, чтобы не было конфликта, перенести это заседание на несколько дней, чтобы ознакомиться, полностью проверить заново его документы, факты, просто, чтобы соблюсти определенные графики. Три дня, не меньше. Предложение общественников вынесли на голосование. Его поддержали 6 из 14 присутствующих членов кадровой комиссии, а за назначение Александра Евграфова на должность начальника госземагентства проголосовали 10 человек. Это вызвало споры между участниками встречи. Общественники все же требуют время для изучения биографии и документов, связанных с кандидатом и соблюдения регламента работы комиссии. Законы мы будем соблюдать, хотя бы те, которые мы сами устанавливаем. Я думаю, нормальное решение предложения не будет, если в пятницу возражение. Объясняю, в пятницу до 10 часов утра, если от членов комиссии не поступило какой-то информации, которая ставит под сомнение избрание этой кандидатуры, то вы в пятницу отправляете. Протоколом оформляем в пятницу. Все, договорились. Если до 25 июля кадровая комиссия подпишет протокол, Александр Евграфов станет новым начальником Запорожского управления госземагентства. По требованию общественников при ведомстве создадут общественный совет. А через 100 дней новый руководитель должен будет отчитаться о проделанной работе перед жителями региона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова